Власти Беларуси предоставили список поправок в главный закон страны, которые будут приниматься путем всенародного голосования. Поправки разрабатывала комиссия, которую отобрал лично Лукашенко. В основном они касаются президента и ВНС. В документе говорится, что президент может быть избран тайным голосованием непосредственно беларусским народом на основе всеобщего, свободного, равного и прямого избирательного права сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать пост президента более двух сроков. Президентом сможет стать человек не моложе 40 лет, который прожил в стране 20 лет и не имеющий другого гражданства. Предлагается, чтобы президент с согласия обеих палат мог назначать и освобождать премьер-министра. Также предполагается, что президент по предложению премьер-министра может определять структуру правительства и назначать определенное количество должностных лиц. Предлагается исключить из Конституции право президента, отменять правительственные акты и издавать декреты. Конституция предусматривает, что президент может быть отстранен от должности Белорусским народным собранием в связи с совершением государственной измены или других тяжких преступлений. Белорусское народное собрание должно быть высшим представительным органом демократии в стране. ВНС состоит из всех членов Палаты депутатов и членов Совета Республики, представителей органов местного самоуправления всех регионов страны. Кроме того, собрание может решать вопрос о легитимности президентских выборов, а также определять стратегию развития государства. Ее решения являются обязательными. Конституционная комиссия предложила запретить финансирование расходов на подготовку и проведение выборов иностранными государствами и организациями. Планируемая реформа Белорусской Конституции остается одним из самых обсуждаемых вопросов в стране. Вариант будущего основного закона готовится не только официальной Конституционной комиссией, но и оппозицией. Демократические силы Белоруссии начали кампанию «Народная конституция» и предлагают всем белорусам принять участие в подготовке и представлении своего проекта на республиканском референдуме. В рамках кампании все совершеннолетние граждане Беларуси могут принять участие в разработке и презентации проекта Конституции объединенных демократических сил на республиканском референдуме. Общественные и технические обсуждения проекта, а также референдумы по наиболее важным моментам пройдут до 27 августа. Предполагается, что граждане будут пытаться вынести на референдум Народную конституцию вместе с вариантом Конституции властей, подав возражение в Конституционную комиссию. В случае отказа оппозиция предлагает начать процедуру референдума по инициативе граждан. Все инструкции белорусы могут получить через чат-бота в системе обмена мгновенными сообщениями. Текст будущей Конституции уже доступен. Общественная конституционная комиссия под руководством представителя Тихановской по конституционной реформе политика Анатолия Лебедько уже несколько месяцев работает над этим. Сейчас он опубликован на сайте Общественной конституционной комиссии. Любой желающий может его прочитать и оставить свой отзыв. Независимый политолог Артём Шрайбман отмечает, что Конституция не самая волнующая тема для большинства белорусов сегодня, в том числе для сторонников оппозиции. Проект – это попытка мобилизовать сторонников. Но я не вижу возможности это сделать. Лидерам оппозиции не предоставляется возможность фактически вынести конституционный референдум или зарегистрировать инициативную группу. Скорее всего, это приведет к серии отказов, прогнозирует эксперт.